Всем привет! Я Блина Холла. Сегодня я бы хотела вам показать и рассказать обзор на покупки с магазина Фикс Прайс. И первое, что я хотела вам показать, это раскраску антистресс. У нас в Фикс Прайсе теперь подаются раскраски антистресс. Вот так моя выглядит. Также есть другие еще серии. Вот, например, вот такие есть серии. Можете прочитать. Вот, остановить видео. И вот так выглядит, значит, моя раскраска. Антистрессовые раскраски для взрослых. Оставайся любимым. Вот так выглядит обложка у раскраски сзади. Вот так. Можете тоже прочитать, если вам интересно. Есть вот такие надписи, тоже можете прочитать. Раскраска очень хорошая, мне она понравилась. И давайте рассмотрим в раскрытом виде. На этой обложке мы видим нераскрашенный цветочек. Нам надо его раскрасить. На этой страничке мы видим раскрашенный цветок и цитату. Вот красивыми буквами. Далее мы видим на этой страничке четыре совенка. И я уже раскрасила одного совенка. Тут один и есть. Вот так. Я немножечко взяла тему у этого совенка. И немножечко свою придумала тему. И получился вот такой совенок. Очень, мне кажется, милый. Совенок. Вот давайте я вам покажу, как они выглядят. Вы можете раскрасить, как тут показано на картинках. И так же придумать самим. Далее. Тут есть раскрашенный кот. И есть котенок, который нераскрашенный был. Я его самим вчера раскрасила. Мне кажется, очень прикольно получилось. Это, конечно, мое мнение, как раскрашивать. Далее есть вот такой лебедь, уже раскрашенный. И второй лебедь, он нераскрашенный. Вы можете раскрасить, как показано на этой картинке. И придумать самим. Далее. Это вот такой попугайчик. И разные такие узоры. И на этой страничке мы видим узоры. И сердечко с попугайчиками. Далее мы видим, это вот две такие странички с узорами, с птичкой. Это уже надо самим придумать цвет этой картинки. Далее тоже самое. Надо придумать цвет картинки. Очень красиво. Мне очень нравится лично. Потом есть вот такое сердечко нераскрашенное наполовину. И цветочки. Три цветочка нераскрашенных и два раскрашенных. А потом есть вот такая рука с узорами. Наверное, в руке сердечко. Также есть раскрашенный цветочек. На этой страничке мы видим тоже нераскрашенные узоры. И также есть рука с цветочком, вернее, сердечком. Не знаю, что там он держит. В общем, вот так выглядит. Далее это вот такой попугайчик с сердечком и с узорами. И на этой страничке раскрашенные попугайчики. Далее это полураскрашенные цветочки. Тут, как мы видим, три цветочка вот таких. И далее тоже есть цветы. Тут вот раскрашенный кусочек был. И далее нераскрашено. Следующее это вот такие рыбки. Тут эта страничка раскрашена. А на этой страничке это надо уже самим придумать, как раскрасить. Далее это тоже какие-то рыбки, наверное, и цитата. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядит. На этой страничке какие-то узоры. Они уже раскрашены. Так что тут ничего не надо делать. Далее это вот такой попугайчик. Цветочки и узоры. Как вы видите, тут раскрашены и нераскрашены. Также тоже какие-то есть узоры нераскрашенные. А потом мы видим какие-то тоже, наверное, это листики и бабочка. Это уже раскрашено. И тут есть зайчики. Такие или кролики с бабочкой. Вот так выглядит. Нераскрашено. Потом русалочки есть полураскрашенные. Тут на этой страничке у нас русалочка есть. Тут ее надо самим раскрасить. Потом две рыбки. Полураскрашенная есть рыбка. Также тут вот такие узоры тоже полураскрашенные. Тут, наверное, улитки. Потом вот такие какие-то крылья или же какие-то листья уже раскрашенные. А на этой страничке пегас. И надо там раскрасить, как вы видите. Далее это вот такие узоры тоже полураскрашенные. В виде цветочка. А тут в виде листиков и цветочков тоже полураскрашено. А далее это вот такие узорчатые странички. Тут, как видим, вот такие коричневые есть узоры. И сердечко нераскрашенное. Потом вот так выглядит. Сердечко с разными рисунками внутри. Вот, потом раскрашенная страничка. Мы можем так же сделать, как и на этой. Вернее, на этой страничке. Потом вот такие цветы полураскрашенные. Далее это цитата и какие-то разные рисунки раскрашенные. Потом есть сердечко. Вот, есть вот такое яблоко и дерево. Яблоко раскрашено, а дерева нет. Потом женщина какая-то или девушка. Вот, полураскрашено тут. Потом есть сердечко. И так же есть узоры раскрашенные. Далее эта страничка раскрашена и не раскрашена. То есть мы можем так же с этой странички все перерисовать, если вы хотите. Видите, а потом вот такая страничка с цветочками. Вот. И на этой страничке полураскрашенный рисунок. Далее это вот такая синичка или кто это. Вот, так выглядит. Не раскрашенная страничка и раскрашенная с цитатой. Потом есть вот такое сердечко с узорами полураскрашенный рисунок. Тут точно так же полураскрашенный рисунок, и тут какая-то штучка какая-то. Далее это звездочка, вот тоже полураскрашено, тут и облако. Ну и последний рисунок, это вот такой вот небольшой, но красивый. Тут раскрашено, есть и есть не раскрашено. Вот, ну и тут вот так вот все выглядит. Очень интересная раскраска, очень много чего, так что извините, если я задержалась на очень долго, потому что я очень хотела вам показать эти рисуночки. Так что кто заинтересован, и кто хочет купить за 50 рублей такую раскраску, а не тратить бешеные деньги на раскраску, то это просто находка. Далее я вам покажу. Сейчас в фикс-прайсе тематика Пасхи, вот, и мы купили с мамой вот такие вот салфетки. Пасхальные тут 20 штук, вот. Таким они цветом, тут яички, сзади вот так, вот так они выглядят, салфетки. Потом большая вот такая салфетка пасхальная, вот так вот выглядит бумажка тут, сзади вот так, и как мы видим, она белая салфетка, вот такая тут на ней цыплята, яички и разные узоры. Очень красиво, сзади вот так. Далее тоже из пасхального. Это набор с пасхальной подставкой, дымковская игрушка, вот так выглядит. Я не буду распаковывать это и показывать, как это все выглядит, потому что вот это есть картинка, так что можете рассмотреть. Вот такие тут конструкции, вы должны их сделать, и есть инструкция сзади, как это все соединить и сделать. Так что, в принципе, вот так выглядит это все. Очень красиво. Поближе вам покажу все. Вот так. Далее, что вам покажу, это уже не пасхальная. Это покажу отбеливатель, белизна, вот такая. Тут 500 грамм. Пока не пользовались ей, надеюсь, понравится. Вот, это мама купила. Вот так она выглядит, значит. Это белизна. Для белых и цветных тканей, вот тут написано. Так, далее, что вам покажу, это бахилы. Мы их уже использовали. Ну, половину, одну, вернее, взяли. Там штучка, тут 50 штук. Так что, вот столько тут бахил. Ну, вернее, взяли одну упаковку, вот эту, да, которая вот такая же, укрогленькая, и использовали ее. Так что, вот столько осталось, в принципе, обычные синие бахилы. Они очень хорошие, так что, вот, советуем их. Далее, что вам покажу, это, значит, коробочку первую вам покажу. Вот такая коробочка. Это держатель для ювелирных украшений, аксессуаров. Вот так выглядит коробочка. Взади вот так. И сам держатель в виде девушки такой, модный. Вот такой маленький держатель, очень прикольный. Так что, советуем тоже. Он очень легко разбирается и собирается, так что, вот такой держатель. Далее, что вам покажу, это последнее. Значит, вот такую коробку, как видите, огромная белая коробка. Сейчас я ее достану. Она в собранном виде. Выглядит вот такая огромнейшая коробка за 50 рублей. Вот, она лучше, чем коробка за 70 или за сколько там рублей в магазине заодно. Вот, то есть, очень хорошая и большая коробка. Много чего сюда вместится. А в магазине заодно маленькие коробки и дорогие. Вот, а тут 50 рублей за такую большую коробку. В общем, вот так выглядит зуб в упакованном виде. Коробка эта. Вот, кому интересно показала. Мы взяли таких три коробки с мамой. И, значит, покажу вам вот такая упаковка. Белая была. И инструкция. Вот. Сзади инструкция. В принципе, это все. На этом было все. Всем пока ждите новых обзоров. Продолжение следует.